все пришли она бежит и все и не добежала она дошла обижай ее ты с чем пришла прибежала с чем прибежала запрос какой у тебя запрос да но мы это поняли еще что я сама внутри себя потерялся еще кто потерялся есть еще себя да вот этот масштабы охота у тебя подписчиков сколько в инстаграме сейчас про инстаграм поговорим еще вчерашнюю тему чуть-чуть затронем чтобы этот ты еще пришла я я все сама я люблю все сама делать а он что делает на диване старается помогать старается и не помогает боязнь я вам писала за мое пространство боюсь всего-всего это сейчас поводишь подождите других выходов нету то есть ты смотрите паническая атака да и клоустрофобия вот эта вся фигня у кого это тот страх который оккупировался внутри он замыкается и тебя душит и каждый раз когда подобная ситуация возникает страх поднимается и все у тебя ощущение как будто умру поэтому что делать нужно уйти за грань упасть в уморок сей самолет полететь нет я тебе сейчас сам создам самолет полететь надо нужно уйти за грани короче немножко чтобы тебя накрыло у меня ситуация была в том смысле что у меня отец и старший стран был я вот при похоронке и при скончине я вообще не могла плакать мы сейчас поработаем подожди у тебя вот так уже стоит все здесь просто нет в голову не уходи это нужно отрефлексировать то есть эту боль свою поревешь посмотрим ты с чем пришел проблемы с деньгами цикличие цикличие ты в смысле одну сумму зарабатываешь и опять теряешь и опять заново начинаешь до куда допрыгнул на дракон триллион молодец хорошо масштаб да? да сейчас на сколько ты можно я тоже в деньгарку могу 4-5 миллионов в месяц заработать потом миллион могу и вот нет стабильности тебя кидают от 4 до миллиона да? ну это быстро это 4 до миллиона это быстро это не сложно это ты сделаешь один опасный маневр и все хорошо мне уже боятся у тебя? у меня не деньги а у меня эмоциональная зависимость от кого? у тебя созависимые отношения с кем-то? ну я так думаю мы короче 20 лет сможем прожить у нас 4 детей потом он нашел себе любовницу как бы он хочет на 2 фронта работать я не хочу, хочу уйти и не могу созависимые отношения это интересно смотрите созависимые отношения почему вы не можете сейчас мы пока поговорим ладно созависимые отношения почему человек не может бросить кого-то другого смотри головой могу да да а потом тянет обратно не могу не то что меня тянет он не уходит до конца он типа к детям приходит а сам там два дня там два дня ну дома типа он дома ему удобно так потому что ты ему даешь ли я ездить? нет не даю я все равно с того момента ни разу это уже с августа а как ты понимаешь что ты созависима? не знаю я вот смотрю на него думаю ну предатель вот то все все вообще это обиды пока только лезут ну в смысле что вот как человек бесплантован мне кажется хоть это вас если выражила ага не во всем ну что то что зависимость в чем тогда? ну так я не знаю ты прошлое отпустить не можешь или что? я не знаю вот я зависла вот в этом состоянии а отношения другие есть? нет ну надо зависеть сколько уже? ну вот с августа а ну еще рада еще еще пока поколбасишься у меня маленький просто ребенок ему еще год и отношения еще пока он меня видите предал какой-то момент прям после родов при том что он ждал у меня три дочки и младший сын он хотел сын ему сколько лет? 40? ему 44-45 нормально давайте чуть-чуть коснемся здесь можно рисовать? да 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 пленка пленка не него можно это то мотель а пленку можно отдавать? нет не надо пусть короче смотрите есть чуть-чуть интересны любовницы там вот эти треугольники все да? это вот она короче вот это ты да? ну вот так жена здесь он или чуть-чуть наоборот должен был он ладно пусть сам оттуда короче когда у вас связь от него идет один и сюда же будет отсюда туда два короче это типа энергетические связи и идет энергообмен женщина ставит всегда социальную планку сколько будет зарабатывать мужчина да? и допустим грубо сейчас в деньгах буду говорить это все там энергия там вот это все допустим ей надо 100 тысяч долларов она ему любви там заботы и так далее и так далее он идет и зарабатывает этот столик теперь здесь появляются дети у вас там вот так да? две точки три и сын появляется еще один а? еще один четверо у вас я конечно у меня большая разница между ними сейчас смотри теперь ты ты же не можешь разорваться на 100 лимонных долях задницу свою ты берешь и из этого энергии количество которое ты 100 тысяч хотела давать ему ты смотри ты оставляешь этот ценник но ты берешь и всю энергию сливаешь сюда Допустим, процентов 90, наверное, и ты выдаешь сюда 10% энергии, а он все равно несет 100. Вот этот 90%, который профицит, он может на морально-волевых, короче, жопу рвать, и это где-то от 5 до 6 лет. 5-6 лет ты, в принципе, в безопасности относительно. В плане, если мы боимся любого мужа. Теперь, ему же надо где-то черпать, у него выгорание, ему смысл жизни теряется, короче, вся фигня. Здесь появляется... Понятно? Всегда такая, ну смысл какой вы такую, я ведь брать? И моложе чуть-чуть. И еще чуть-чуть нормально. Ребенок. Да, да, вот. И ты берешь, ну, берет вот такую. Чем она хороша? Она очень голодная. Вот эта уже сытая. Ей много уже не надо. У нее дети, она все, у нее там, загородный дом, там, в Турцию два раза в год летает. Все, уже нахер, ничего не надо ей. И она сидит. В ее понимании в женском, все хорошо у нее. И она сюда уже вот, и он такой, может, ты чего? Она говорит, нахер, короче, нахер, 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 живи дальше. Че тебе, мне надо? Вообще старая уже не стоит уже до толков. Теперь появляется вот эта молодая, с длинными ногами, ей вообще-то срать, она хотела, сколько ты можешь за ночь? Ей пять надо. И она выдаивает из него вот эти пять. У него что получается? В сорок пять лет сорок, да? Прикиньте, он уже последние десять-пятнадцать лет, он думал, что с его римидом какая-то херня, ну, какие-то травмы. И тут появляется она, и оказывается, он пятьдесят раз за ночь может. Теперь он думает, что эта проблема не в нем, это проблема в ней. Низкий заряд батареи. Да, вот у него вот так. О! И он думает, что проблема в ней. И он думает, надо тогда поменять и уйти вот сюда. Почему происходит? У мужика вот здесь, когда появляется вот она, блядь, вторая молодость, сука, рассвет. У него флэшбэки такие, знаете, как будто ему девятнадцать. Правильно же? Борода, сука, седая, зимой за ним ходишь и не скользко, но ему кажется, что ему, блядь, девятнадцать вот здесь. И он как дурачок, в фонтаны прыгает, бегает, блядь, цветочки дарит. Да, ты пиздец, смотришь, ебануты. Да, да, да. Понимаешь? Вот она. Теперь, как его выдирают отсюда, знаешь? Сказать, как вы развелись? Понимаете? Вот он не хочет разводиться в этом, проблема вся. Блядь, у него песенка еще недолго будет. Смотри, вот она, теперь смотри, вот ты просишь у него стол, он все равно там, типа, дети там, то, все он делает. Вот это дает ему, допустим, пусть даже, она пусть будет равносильная, не слабее, ну, как бы не сильнее тебе, но равносильная. Она выдает сто процентов энергии сюда, у него отсюда десять, сюда сто, у него сто десять процентов энергии. Все. У него профицит. У него энергии больше, чем ты ставишь ему планку. Поняла? И все, и он идет зарабатывать. Все. У него, он должен был в доходах с ней вырасти. Подскочил, упал. Упал сразу же. Упал, тогда дурак. Сразу же. Тогда она слабее. Ну, в смысле, или он как, короче, он что-то делает не то, ты ему скажи, что-то не так-то. А мы с другой надеем. А? А мы с другой надеем. Нет, нет, он должен был с ней, вообще, когда появляется вот эта третья сторона, ты взлетаешь в доходах. Обычно так, да-да? Ну, обычно так, да, но почему-то он не мало. Потому что ведьма тоже сама прокляла там его. Да и вообще ничего. Сейчас, сейчас, смотри. Теперь смотри, допустим, никто не знает, вот из них трех участников, никто не знает, что происходит. Она эти энергии дает, 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 дает. Дает, в какой-то момент, она говорит, вот, если она хочет вырвать его из семьи, я почему, он говорит, три месяца надо для того, чтобы развести и жениться. Ты берешь просто, вот она, она его, допустим, с ним встречаться там полгода или сколько, и он там счастливый, там ходит, бегает, с людьми текут у него, да? И она в какой-то момент говорит, ты знаешь, я вообще, блядь, за семью, иди нахер домой. И ему больше не дает. Знаете, у мужчины состояние, у него, прикиньте, было 110% энергии, резко стало 10. Это прединфарктное состояние, это физически прям плохо. Что он делает? Он бежит домой. Спаси, дай мне, блядь, 100%. Она что говорит? Вот, живи, сколько тебе дали, блядь. Сколько осталось, столько бери. Потому что она в зоне комфорта еще. Он что начинает делать? Он начинает искать еще, может быть, других. Где бы еще эту энергию взять? Но проблема в том, чтобы ты у женщины взял энергию, она должна любить. Ты не можешь просто так. Тогда по проститутке уходили, не тот, не женился бы никогда. И он сюда идет, сюда идет, сюда идет. Ни от кого не получает энергию. И он в состоянии придурговатого, он находится, допустим, месяц, если она умная, и будет держать его. В этот период, пока она его отрубает, она случайно позвонила, смс-ку не вовремя, какую-нибудь хуйню-то, короче, она вот здесь скрывается. Да? Что начинает делать обычная женщина? Она начинает рефиксировать. Да ты охерел, пошел ты нахер, вот так. И он тут не получил. Здесь ему перекрыли, здесь ему перекрыли. У него все. Турец ей гомбит, блядь. Да? Теперь он, что делает он? И он начинает метаться сюда, туда, 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 сюда. И это в какой-то момент, ну ладно. Но только после с вами. И все. И создается союз, с кем он живет. Это классика, блядь. Но то, что он с ней упал, он, не знаю, совсем... То, что, смотрите, с женщиной, которой мужчина падает, с ней лучше не связываться. То есть, если ты вошел в отношения с женщиной, и в деньгах ты становишься меньше, лучше не надо. Лучше не надо, потому что ее родовые программы идут на уничтожение мужика. Вот у очень многих женщин родовые программы так, чтобы ты сдох. Правда? Это очень странно, но очень многие женщины делают так, чтобы мужчина, который рядом, умер раньше. Хоть бы у него произведут очень сложные чувства. Как бы вот это вот... Знаете, меня очень сильно удивило, когда сидели в гостинице в Дубае, да, с семьей отдыхали, в карантин мы попали. Вообще, прикиньте, мы на всю гостиницу были одни. Вот вообще такой кайф. Повар выходил каждый завтрак и обед, короче, кладил, все прям как вам нравится. И потом заселилась где-то на второй, на третий день, заселилась две женщины, и мы приемли всегда одни. И тут сидит две женщины какие-то, и мы такие, о, вы наши там, что-то туда сюда. Они из Казахстана, две женщины из Караганды. Я говорю, где ваши мужчины, почему вдвоем? Они умерли. Я так не знаю, а что они умерли? А потому что нас надо было бы содержать. Я говорю, где они работали? А они вот на шахте. Я говорю, а почему они туда ходили? Ну, потому что, ну, это семья, надо содержать. Я говорю, ну, вы же могли им посоветовать более безопасную профессию какую-то? Нет, они должны были нас, вот, короче, и они с такой гордостью, блядь, говорят, что за них мужчина умер. Понимаете? Я понимаю, когда из-за тебя подрались, ты гордишься, но он умер, блядь. В мирное время, блядь. Понимаете? И таких программ, бомбочек, очень в многих семьях они есть. И я когда смотрю на это, думаю, вот здесь мы уже точно... Вот, смотрите, когда женщины начинают обесценивать, да? Ай, ты же просто деньги зарабатываешь. Или, это всего лишь денюжки, что ты орешь, блядь. Да? Или все в меня давай, мне только давай, а тебе нахер ничего не надо. Это программа с уничтожением, уничтожением мужчины. Правда, это не сразу, это в долгую. Поэтому мужчины, мы тупые, мы их сразу не замечаем. Нет, даже сразу, просто он сам говорит мне, я вижу, я же говорю сразу, что он любит. Он сам говорит, мне пофиг. Все понимает, ну, ей 20, ему 45. Ну, есть еще, это другая, тоже тема, в привороты кто-то верит? Ну, какой-то, я не верила, но все мне говорят, ты посмотри, как он изменился, ты посмотри. И мне все, вообще я сама, ну, иногда уже наблюдает, он. Он пьет, гонит? Он дома, никогда не гонит, а там, почему-то там, я его даже спросила, они там, через, короче, десятые руки говорят, что он гонит. Я говорю, ты же не гонишь никогда. Он говорит, я не знаю, там, где... Это приворот. Но она детдомовская. Детдомовская, я не знаю, это никого не оправдана. Она любит, но... Короче, салетки, приворот, первый признак, это женщина, вы же, ну, чтобы вы понимали, мужчина, если выпивает, хотя бы, вот, каплю алкоголя, и у него, вот, белая горячка, это приворот. Все. Вот они сразу гибнуты сразу. Вот правда, он поднимал даже на нее руку, хотя за 20 лет, никогда вообще такого. Это такие, я не знаю, верите, не верите, ну, короче, эта фигня есть, и это примерно где-то от 3 до 5 сессий с ним потихоньку. У меня один в Астане бегал туда-сюда, и он там от жены к любовнице, и она его... приворот был, короче. Я его почищу, он уходит, я только не ходи, он да-да-да-да, и потом вечером раз туда. Через месяц прихожу, он опять приходит. Я вот, ты дурак? Он, да-да-да, опять туда. Потом опять приходит, я говорю, ну, неинтересно одно и то же, понимаешь, и он все-все-все-все. И потом, короче, через месяц жена звонит, он говорит, в больнице у него инфаркт. Молодой парень еще. И какой нахрен инфаркт, в больнице у него нет. Поэтому это нужно, короче, ну, спасаться. Это, кажется, хихиханьки-хаханьки, показывает, что это не влип. Но... ты сегодня тоже удивишься, подожди. Есть еще скептики? Ну, если ты тоже удивишься, ты все пришла красивая. У меня 3 сочек. Первый... Я вот недавно развелась, у меня есть сыночек, мой родик. И вот эта несправедливость меня бесит, что он там вообще гуляет, ну, все делает. Просто гуляет, работает, у него ничего не изменилось. Но вы уже разведенные уже. Да. А я с ребенком осталась еще в данном моменте в декрете, а у него все нормально там в жизни, а у меня все прям поменялось. И плюс, он изменил, из-за этого мы развелись, а у него все нормально, и это несправедливость бесит меня, и я прям... У него должно быть тоже все плохо, или что? Нет. Что тебе? Я, да, осталась там, у меня работа, ты мне... ну, в данном моменте в декрете. А те, кто содержит сейчас? Моя мама. А элементы он не платит. А он вообще, например, вообще не отправлял после... ну, после расхода деньги вообще не отправлял. А элементы не платит. Но я скоро хочу подать на элементы. Но пока... Ну, ждем. Пока, сказали. Ждем. Хорошо, ждем. И вторая проблема тоже, я сама. В отношениях, когда я была в отношениях, ну, с ним, тоже я сама, я сама там... не ждала, пока он все сделает, я все сама делала. насчет денег тоже сама там... Ну, вот ты же не осталась сама в тебе. Вот. Да, я осталась, я испарилась от него, я рада. Но вот это весь, что, что, не знаю, он сейчас в новых отношениях уже, и все это весь, он вообще про сына забыл, типа, он тоже страдает, да? Да, вот, как обвезти его, и дальше влезти, опять же спросите. Второе тоже, как выключить эту я сама, если в будущем у меня, например, будут отношения, чтобы я была, типа, девушкой, а не я сама. Девочки, записывайте, запоминайте, да? Ты ничего не можешь сделать хуже со своим мужчиной, чем его жалеть. Понятно? Садишься и ждешь, куда он тебе принесет. Только до абсурда это не доводить, и некоторые гонят, если честно. Иногда охота как-то диким. Некоторые гонят, они там, подержи мою сумку, ну, мне твоя сумочка, да? Она весит, сука, полкилограмма. Я хочу себе женщину отработать, это вот тогда в манкете одна там. Я взял ее, мне она нужна. Во-первых, мне никакого интереса в тебе нету, не сексуального никакого. Во-вторых, это, блядь, бездорожье, где мне, мне не нужна эта твоя сумка, да? по горам носится. Нахер ты ее собрала тогда? Потом она еще что-то мне, короче, уже от меня отстань, блядь. И что, отстала? Конечно, отстала, я же на этих матах ее протащил потом на второй раз. Потому что, ну, нельзя, да? То есть, женственность, она течет, она естественна. У нее нету такого, В этом нет напряжения. и нельзя так подходить. Мужчине дает свою женственно сейчас по тренировке. Даже не было, я сейчас свою либидо на тебе проверю, нам есть чуть-чуть? не могу я терпеть, пока он сам это сделает. Я, вот это, терпишь, терпишь, и он ничего не делает, и бесит. Это знаете, они дот, знаете, советские еще, когда, этот, теща такая, к зятю говорит, слушай, ты у меня на даче, вот сидишь, там отдыхаешь, там, и хочешь угород скопать? Она моя? может переписать на него надо? Пошла на него документ переписала, а он лежал, так и лежит. Она подходит, слушай, ну ты иди, как грудь скопай, что-нибудь сделай. А оно твое? А оно твое? Вы, мужчина, всегда двигается из состояния, когда капец. Вот женщины, надо к этому привыкнуть. Мы не двигаемся, когда нам хорошо. Мужчина развивается со дна, чаще всего, в кризисные моменты, поэтому и бизнес вот так он летит, вверх-вниз. У него энергия идет от кризиса. Когда у него все хорошо, не очень это. У него все условия хорошо создают. Вы не можете, если у него есть еда, и дети накормлены, и ты там как-то по чуть-чуть зарабатываешь, сместное извините вы, он на диван ляжет и будет лежать. У меня, знаете, одна девочка приезжала из Бишкека, если ты здесь, привет, короче. Гениальная женщина, трое детей, это разных мужчин, и в школу собирают все трое, у всех троих. Гениально. Она говорит, я говорю на тренинг, каждый оплатил дорогу и тренинг. мне говорит, выгодно. Она говорит, ездить к тебе. Молодец. В школу собирают, каждый мужик троих одевает. Он говорит, почему я должен троих, это же не мои же двое. Вот смотри, ты мне за одного заплатишь, у меня же нету, я же все у своего заберу и на всех раздевлю. И она, она говорит, вы мне должны, потому что, она вот так, каждому мужику внушает, ты мне должен, потому что ты со мной поднялся. И правда с ней росли. И она говорит, приходила домой, как бы дома еды нету, и она выходила к родителям, кушала, ребенка кормила, сама ела, садилась вот так дома. Чего мы себе кушать будем? Может на трех работах, по хам. Реально сильно поднялся, и первый, и второй, и третий, и она вот такая молодец. То есть, она прям сидела и вот смотрела вот таким, как уши, как глазами, вот у кота вот этого. Ну ладно, чего мы будем кушать? Наш ребенок не ел, и ребенок там орет, и мужик идет, работает дальше. Пока ты, я сама, вот ты будешь, я сама потихо-тихо работать, и 50 лет матку удалять. Хочешь? Нормальная перспектива? Так мотивирует или нет? Женщины, которые я сама, придатки, кисты, миомы, вот эти вот все, начинает вот эта вся херня лететь. чертям-свинячим где-то с 35 лет. Чуть дуло, простыло, еще чуть-чуть, это, что-то туда-сюда. В 50-55 лет удаляют матку. Хотите я сама? Фигачите я сама. Услышала? Вот это я сама включается, вы папе хотите доказать чего-то? Я сама включается из-за папы, да. Чаще всего это вот, я тебе докажу, что меня тоже можно любить. И тогда я, да? И тогда я буду вот, как проклятое. Потому что папа любит только за достижения. Мама любит просто так. А папа любит за достижения. И все, кто зарабатывает, кто там, деньги, деньги, это, это те люди, которые хотят заслужить отцовскую любовь. Выдыхай. Замерлась. Ты расскажешь? Запрос. Я хочу чисто. Хорошо. У меня все хорошо. Все классно. Давай. Я чисто хочу рассказать. Хорошо. Высечи, пришли. Много слов, оказывается, тоже. Этима я сама. Я 2 года назад развелась. Немножечко. У меня поднималась, но это очень огромное усилие. Немножечко, это докуда поднимается? Совсем мало. Ну, сколько? Я сейчас 350 зарабатываю. Ну, хорошо уже, хвани себя. Да, исцеливаю так же всегда. Много, не хочется, хвалить. И частенько у меня бывает состояние, когда опускается все. И ничего не ухожу. Уходя для того, что вообще ничего хвалить. Услышу. Устаршая просто. Устала сильно. Высеченько, пришли. Ой. Как дети говорят, я столько зарабатывала, у меня никогда. У меня как бы, типа, только оплат. Чисто оплатный. Ни где не зарабатывала. Пробовала себя вот в Мэрингхэлс. Ну, как я только сама вот всю эту продукцию ела, пила, маму лечила. И запрос какой? Ну, вот у меня с деньгами проблема, и вот, ну, вообще, как будто вот я вся закрытая. А зарплата, докуда ты прыгнула? По 200 тысяч. Хорошо. Вы что-то все обесцениваете, ладно. Смотрите, сколько бы ты не зарабатывал, да, это то, сколько ты заслужил. И если ты это заслужил, который не хочешь себя за это хвалить, больше не будет никогда. Услышала? Смотрите, не надо сравнивать. Я понимаю, что очень тяжело не сравнивать. Я, вы же видели, кто вот следил, я с этим, с Алибековым познакомился, я посмотрел, сколько они там зарабатываются, вот эти ребята там, с мастермайдом, они там, миллиарды, миллионы, что-то там, какие-то космические суммы для меня. Я с ними сидел вот так, и в какой-то момент, я вам клянусь, у меня, короче, зуб пошел здесь по ногам, вот здесь у меня вылез, псориаз, вот такие бляшки вот тут на ногах вышли. Вот возле на сосках, почему-то, я не знаю, с чем это связано, что я там делал. Поняли? И я потом пришел к учителю, я говорю, я не понимаю, у меня вот здесь зудит, у меня все. И она так руку ложит, и говорит, это говно. Ты чувствуешь? И я прям чувствую, запах дерьма прям. Я просто обесценил все, что я делаю. Мне показалось, что очень маленький, ничтожный, там, т.д. Я просто все, что я сделал до этого, до сегодняшнего дня, я обесценил все в ноль. Понимаете? И когда ты себя вот полностью всего обесценил, как ты будешь зарабатывать? Не охота зарабатывать, охота стать еще меньше. Ты охота себя сжать. И когда вот это говно из себя выдавил, потихоньку я понял, я потом посмотрел на это все другими глазами, я вспомнил все, что он мне говорил, что нужно делать, и сейчас я делаю все, чтобы у меня было, как у него. Ну, в смысле, он сказал, там, лиринсы делает, мы делаем лиринсы, он сказал еще что-то делать, то есть я все делаю, что он говорил. И это приносит определенный результат. Но если ты себя начнешь обесценивать и сжимать, ты не заработаешь больше никогда. Понятно, да? Не сравнивайте, похвалите и поблагодарите Бога за то, что уже сейчас есть. И от этого толкнитесь, потом идите вперед. Потому что, когда ты себя обесцениваешь, и ты захочешь в лучшей жизни, ты начнешь понтыковать, и у тебя будет все так же. Чего чувствуешь? Фигово. Фигово. Еще что чувствуешь? Вот через 20 лет даже 500. Очарование. Еще. Опустошение. Умные. Не гляжи, аж голову. Умные, да, да. Ну, все плохо. Тревожно. Еще что? Когда начнешь? Если я так же буду зарабатывать, как все, кто передит миль, то, что не могу обеспечить их. Тебе казаться надо, да? Хорошо. Ага. Еще что? Уверенный. Еще какое желание возникает? Поменять что-то. Двигаться. Ну, когда начнешь? Когда начнешь? Желание появилось, когда начнешь? Надеюсь, после сегодняшнего. Мастер-класса начнешь. Ты на меня ответственность не перекладывай, а то сейчас опять какая-то убеждительная. я не утоню. Я не утоню. Личного. Когда? Пообещай всем уж что-нибудь. Давай, давай. Когда? Между... Личного. Три месяца. Дату? Нормально у тебя первые три месяца. Первая, двадцать четвертая, да? Уводишься, ты что будешь делать? Не думай. Не думай. Короче, не думай, потому что к первому сентября тебя уволят. Все же, декларация дорогая, все. Ты можешь там, конечно, на животе лежать, чтобы тебя не увольняли, но увидишь, оно все приведет тебя к тому. Или еще двадцать лет потерпим? Да. Хорошо. Ты рассказывай. Спасибо за завтрак. Офигенно было уже по сну. Я пришла поучаствовать. Хорошо. Ты еще пришла? У меня есть деньги, но они держатся в руках. Суммы? Три с половиной миллиона месяца. И непонятно, куда тратиться, да? Понятно. Я вылетаю от постоянных, какие-то мошеннические. Меня постоянно кто-то на юг вылетает. Ну, сестра твоя. Я это слушала, я вообще про себя это все слышала. Я это все себе взяла. Это одно. У меня четыре года нет мужа, он умер. Ага. Идеально оказался. И решение у меня не складывается. Он идеально оказался? Ну, в смысле уже беру тоже. Тоже придраться не к чему-то. Молодец вообще. Я же, я уже все послушала уже. А, ты у меня смотрела уже, да? Я вчера весь этот инстаграм, весь все прослушала. Вчера не спала. Все, все вообще мне прям залетело, все понятно. Что делать дальше? А, сейчас подожди. Все. Сейчас сначала от мужа, надо отклеиться сначала. Потом уже. Вообще, чтобы понятно было, самый идеальный мужчина, это умерший. Вообще все идеальные люди, они умерли. Потому что ты, у них мифы и легенды, и они хождаются. Мы присваиваем только положительные качества. Даже тех, которых у них не было никогда. В этих гудов посмотрите, все там, такой у меня. Такого больше нет. Ты с чем пришла? Рассказывай. Я никогда не думала, что я сама, это проблема. Ага. Но все, что вы говорили, со мной уже случилось. А сейчас я просто в болоте. А муж есть сейчас или нет? Давно в разводе. В разводе, да? Смотрите, с женщиной, которой я сама, да? Если тебе уже, ты мужчина, и тебе ближе к 50 годам, лучше развестись и убежать, чтобы, если хочешь, лучше пожить. А ну так или иначе, мужчина любой, он интуитивно будет хотеть развода. Я не знаю, что я сейчас. Надо было бы хотеть. Он будет хотеть у нас. Это, дорогая, это твоя горда. Не сейчас. Тебе нравится, что он страдает? Роги он обьет. Тебе лечит этого? Смотрите. У любого человека есть института самосохранения, да? Из женщины, которой я сама, ты реально что-то сможешь долго. Это явно разрыв, вот, будет лет 15-20 продолжительности жизни. Явно. И если, короче, вот она иногда спасает, продляет жизнь иногда. Ну, иногда часто. Особенно, там, вот, в 50-х лет, когда он появляется, она прям, вот, ну, качество жизни его поднимает. Я не оправдываю блядство, но, как есть. Да, мне, чтобы сохранить, надо и блядь и быть, и королевы. Ей нужно, смотрите, вот, вот отсюда надо внимание убрать, жене, и перекинуть вот сюда, где, 150-м процентов сюда, энергии для того, чтобы он остался здесь. Мужчина бесхозным не может долго быть. Ну, и женщина, в принципе, тоже. Мы же все, как бы, от одиночества бежали. А от одиночества мне нравится, потому что нам самим страшно с собой. Чаще. У мужчин есть вот эта тема отшельничества, там, как бы, этот. Мужчина, мне кажется, в это, мне кажется, легче уходят. А женщине не надо кто-то, они поэтому цветочки, кошки, там, ну, всякая херня. Рассказывай. С чем пришла? У меня большая организация дорожная, 40 человек. И, как бы, у меня никогда не хватает времени на себя. У меня трое детей, муж, я эту два раза была разведена. У тебя в своей компании часы? И мне всегда, даже я пойду на маникюр, и я как-то оправдуюсь перед кем-то, что я убежала, ну, на себя время потратила. С детьми вообще не занимаешься. Все, няньки, мама, сестры, шерпы. У меня потом, как-то, ну, чувство вины, что ли. А потом время, когда уже проходит, ты уже и не можешь с ними зайти, ты уже с ними даже сидеть не можешь, у тебя нервы. Ну, на что ты не можешь на себя потратить? Ну, вот, что ты не можешь для себя сделать? Время. Время еще? Ну, время опять не нужно. В основном, я всегда на работе. Потом, когда, вроде бы, как у всех, кто хорошо, а у меня еще все-таки. Хорошо, ладно. Сколько зарабатываешь в месяц? Ну, по-разному. Ну, примерно. Много, по-разному. Бывает, нету, бывает. Столь миллиона, бывает. Бывает. Материально покупаешься, и все, машины там, все это. Да. Ну, нету радости. Радости нету, но не стыдно перед сотрудниками кому-то? Нету такого? Нету. Что машину дорогую, да, взяла? Ну, бывает. Бывает, да. Я оправдываю, что я взяла слизист, это, ну, да, мы берем машину слизист, и дорогой решаем, потому что. Даже машину себе покупаю, например, перед тем, что я у себя в деревне там, оправдываю, я это взяла в долг, или мне подарить, или я в кредит взяла. Ну, пока не было лишних разговоров. Да, и разговоров лишних не будет, если ты не будешь на этом заморачиваться. Да, да, да. А ты с чем пришла, адвокат? У меня деньги не держатся. Вот сколько бы ни было, да, у меня всегда обязательно найдется что-нибудь, что я обязательно потрачу. Я не пожалею, там, сто, двести, пятьсот тысяч я куплю. Ну, они вот как-то вот, как пришли, поступили, и... Не знаю почему, у меня постоянно и шмоточница я, и тренинги всякие, и всякие пульсы я куплю поэта вообще. Смотрите, и человек, который тратит все деньги, которые зарабатывает, это деньги, которые заработаны в стрессе. Это когда у меня деньги равно стресс, я когда получаю деньги, начинаю их просто тратить куда попало. Просто посмотри, ну, отношения с деньгами, в плане, как ты их зарабатываешь. Где-то убери эмоциональное напряжение, будь спокойнее. Деньги заработанные тяжело, тратятся быстро. Ну, они кайфуют, что-то. Ну, они же у тебя, я так понял, кэш постоянно приходят. Ну, кайфуй, ничего страшного. В чем проблема? Вот, дядь, ты что-то получила, у тебя есть аренда, короче, и ты на ней живешь. Примерно так, да? Ещё можно дать кэш, который мошенник не будет. Ну, ты на себя трать. Нет, ты вот, смотри, у тебя на сколько кинули мошенники? Ну, вот, иди за 40 миллионов часы себе купи, и остановится у тебя этот бардак. Потому что у тебя есть момент недостойных денег, и всё, что лишнее, ты будешь сливать. Всё, что лишнее, ты будешь сливать. Купи себе какую-то вещь такую, как этот, за очень большие, чтобы у тебя поломалось мышление, и ты поймёшь, что это, ну, как бы нормально. И тогда будет копиться. Всё, что больше, мы тратим. Смотрите, всё, что больше нашей финансовой ёмкости, мы все деньги будем скидывать на мошенников, туда, родственникам, короче, ментам, налоги, если что-нибудь ошибёшься, налоги потом переплатишь. Щитовидная железа – это люди, которые очень талантливые, но они свои таланты не проявляют. Это люди, которые пишут картины, и они у них в чулане, и никто их не видит. Это люди, которые умеют петь и не поют, нахрен. Это люди, которые умеют, я не знаю, что там делать, крестиком вышивать, и вышивают, и никому не показывают. Хуже того, они могут ещё расплести это всё нахуй обратно. К чему? Прояви свой талант основной. У тебя же есть, что ты делаешь? Ну, красота, ну, давайте здесь. Ну вот, продавай. Продавай. Ещё раз, продавай. Я себя для дома-то делаю, а как с чего начинать? Я не знаю. Иди продай себя. Да. Ниже рынка всегда можно продать, если на пробу. А потом посмотришь. Понял? Рассказывай. Ты с чем? Не складывается с чем? Из-за чего причина? Ага. И ты всё равно говоришь, хочу отношения, да? Тебе сколько лет? 44. Сама зарабатываешь, себя содержишь, всё? Да. Зачем тебе замуж? Ну вот, статаник, мы не знаем, что это же. Мы не знаем, что это просто и не живы. Оооо... А встать вот, не знаю, что ещё важно. У тебя секс когда последний раз был? А, ну ещё нормально, да. Да, ещё много раз. Не, я просто думаю, зачем замуж? Ну, в смысле. Ага. Так не возьмут. Так, так не возьмут. Ты говоришь, возьмите мой геморрой, пожалуйста. У него у самого уже два узла, блядь. Ему ещё твоего не хватало. Так не возьмут. Смотрите, мы же все эгоисты, ещё раз повторяюсь, да? Мы все эгоисты. И когда ты говоришь, пожалуйста, возьми за меня ответственность, нахуй нужна? Ты сначала дай что-нибудь, да? То есть дай ему заботу, я не знаю, там, что-нибудь. И потом ты вот это потихоньку, один узел, и мы там прилипишь ему на жопу. Ну, сразу же так невозможно. Сейчас, подождите, мы сейчас тут такое замутим, сейчас увидите. У вас много, прям хорошо сегодня будет. Сегодня хорошо будет. Ты с чем пришла? Плакала, плакала. Чё плакала? Воль, обида, дерьмо. А чё не так? Толстая. Толстая, говорит. По поводу лишнего веса чуть-чуть остановимся, да? Я сейчас вот им занимаюсь, своим лишним. Я, короче, похудел где-то, сейчас скажу, 26 минус 8, это сколько? Вот. И, короче, я последние, наверное, года три точно занимаюсь здоровьем, да? Чё-то, бля, ищу, чё-то куда-то бегу. Я и бегал, и плавал, и на велике катался. И чего-то я только не делал. Бады пил, гормоны колол, бля, ГЗТ уже проходил. Они помогают. Почему? Потому что метаболизм. Это первое. Второе, потому что сахар. То есть надо меньше жрать сахара. Третье, спорт, который тебе нравится, нужно найти и просто на нём заманьячить. Что значит заманьячить? Я сейчас занимаюсь этим фридайвингом, да? И я, когда в Алма-Ате, я хожу на фридайвинг каждый день. Так нельзя, кажется, потому что мозг как-то отмирает, мне кажется, или что? Ты становишься дико рассеянный. Я документы никогда не терял. Вот этих паспорт с правами потерял, прикиньте? Никогда в жизни я документы не терял. Это такое, блядь. Но 20 дней ныряешь, минус 6 килограмм. Что мне нравится, что там всё, за что меня бил папа и ругал, там говорят всё наоборот. Тренер вот два с половиной часа говорит, расслабься или нет, ты слишком напряжён. Прикиньте, вид спорта классный. Расслабился или ленишься? Нет, это такое. Тоже хочешь такое? При этом, смотрите, расслабься или нись, ты вроде ничего не делаешь. Тебе кажется, у тебя весь акцент на том, чтобы расслабиться или лениться. Я посмотрел, сколько я плаваю за тренировку, вот только за одну тренировку нырнуть и вынырнуть, километр. Он говорит, один раз на открытую воду поедешь на два дня со мной, 8 килограмм железно уходит. То есть вода сама пожирает. Ты на задержке энергии, у тебя углекислота, холестерин, вся вот эта фигня. То есть я сейчас ем, и у меня сразу, наверное, кончилось уже. То есть я такое помню, только в 19 лет был у меня такой метаболизм. Когда ты на задержке дыхания ныряешь, каждый раз ты умираешь, а потом воскресаешь как будто. И организм в шоке просто, и он начинает вот хотеть жить. И метаболизм как бы ускоряется. Это единственное, наверное, страшное, знаешь, это единственное, что на мне сработало. Я купил велик, я же не могу дешевый велик взять, взял бы китайский, пока нет, мне надо велик. Нормальный, я купил, неделю целую катался. Сейчас вешалка такая классная дома стоит в коридоре, давай курку вешаю. То есть очень важно найти свой спорт какой-то, чтобы потом на нем заманьячить. Вы с чем пришли? Хорошо, договорились. Чисто, 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 у меня никто не видит, даже с ним не видит. Да ты что? Ага. Ничего, понимаете. И вот, и сюда, и спокойствие, и так далее. В чем? Да во всем. Вы как будто, что здание, что не правда, ну, обманываясь. Так, хорошо. Делаешь, что ответственность. Пришла ответственность за людей, я не могу беру. За них? Да. За удачу других людей, я воспринимаю их. А до кем работаешь? Я, когда работаю. Ага, хорошо. Понятно. Смотрите, ответственность за других людей на себя вообще не берите никогда. Чужая ответственность, это не твоя ответственность, и это нужно прям в себе вырабатывать. Потому что если что-то с человеком случается, это его вина, это точно не твоя. Если ты его в спину, конечно, не пнул сзади, когда он падает, ну, как бы, это не твоя вина. А тем более, когда вы контактируете. Знаете, такое есть очень сильно. Я почему спрашиваю, кем работаешь? У психологов, вот помогающей профессии у кого. Есть такой момент взять ответственность за результаты клиента. Но это такой бред, если честно. С ума сойдешь. Ко мне вот… Это касалось даже не телевизор. Нет, это их… Ты должна отдать то, что ты можешь, а потом уже пусть сами идут. Ну, вот когда вот с платьями этими даже. Ко мне там блогерша, она подошла такая. Вот я у вас была на мастер-классе. Я говорю, что… И ничего у меня. Я говорю, еще ощущение, как будто наебали. Она говорит, да. Я говорю, ну, 10 человек не наебали, а тебя наебали. Я говорю, ну, тебе надо платить просто за свой мозг. Заплатилась ты, и все, иди. То есть я как бы этот… Видите, я же не могу взять ответственность за каждого, что я сейчас… То есть то, что сейчас будет происходить, это ответственность твоя. Я сделаю с тобой то же самое, что со всеми примерно. Будут одни и те же условия. Все вот… Ну, у нас здесь много и так далее. То есть я вас буду потом мешать. Вы друг другу будете помогать. То есть мы… Сейчас начнется здесь такой вот этот водоворот. У нас здесь человек 40, короче, поэтому здесь будет капец. Это в прямой эфире сейчас в инстаграме. Я выключу, нет? Она сюда пока, только на меня направлена. В инстаграме, скорее всего, да. Не-не, показывать не надо, но сейчас объясню. Показывать не будем. Направо чуть-чуть. Вот, а то садится батарейка уже. С чем пришла? Я, получается, после декрета, ребенок уже в росту на 4 года, но у меня нет желания ничего делать. У меня пустырный заход, я перестрацаю немножко от меня. И не желание. Походу, просто какая-то апатия, что он не делает. Хорошо. Апатия у тебя от чего? Как долго? Просто у меня это желание ничего не делает. Как давно? Как давно? Ну, наверное, не так не делается. А, у тебя, когда у тебя декрета? Четыре года. Чего, после родовой депрессии так длинно длится она? Да. Хорошо. Типа, отношения с другими делами я хотела, да, у меня прям тракт, когда у меня статистическое предложение поступает, а я не хочу. Я не понял, ты сейчас опять замуж ходишь? И что ты делаешь? Да. Я не в браке. Не в браке ты родила. Или я родила в браке, не в браке родила. Да. И сейчас зовут замуж, и ты не хочешь? Ну, вот этот, ну, нормально, ничего. Тебе сейчас сколько лет? Тебе сейчас сколько лет? Тоже. Это очень сложно, когда, знаешь, 36 лет и опять создавать отношения. Не знаю. Я вообще всегда восхищаюсь людей, которые по два, по три брака. Как вот так? Я, мне кажется, одного раза вот так. Не получилось, ну и ладно. Не получилось, и ладно. Хорошо, сейчас посмотрим. А? Это знаете, как это, говорит, Сара, говорит, Сара, видела, говорит, Роза, говорит, второго мужа в крематоре везет. Вот так это кто-то одного найти не может, а кто-то ими печку топит. У вас еще есть запрос какой-нибудь? Говори. Ну, я показывала, что после кончина отца и у меня, не знаю, стресс, или какой-то стопок, и в домах, я не знаю. После кончина отца, у меня вот, знаете, я там, я тогда, в том смысле, что работа нет, я вот столько лет, сейчас безработа нет. Хватил бы я. Там на руках у меня мать. Я сейчас его брата оставила. И каждый день она меня вот в то время, в доме, в том смысле, чтобы я нашла работу. А я ее не могу найти. И вот такой вон, что сейчас у меня нет. Я не грамотная, не квартира, не денег. И у меня нет. Так, нянчика. И так получается, что я кому-то всем обязана, всем что-то даю, не чисто психологический, не чисто моральный, не чисто материальный. Тебе сколько лет? Сколько много это? Кошмар вообще. Чего тут, думаешь, 57 лет никому нету, что ли? 57 лет. 57 лет, это возраст золотой на самом деле. Дети уже взрослые, ты нахрен никому не нужен, занимайся просто собой. на детей нету, я не знаю. Ну, занимайся собой. Ну, при помощи. В том смысле, что вот все, что-то от меня тренинг, что-то от меня тренинг. У тебя братья есть, сестра? Есть, они с вами свои несерьезные. А мама с тобой, да? Ну, как он со мной живет, сейчас я давно, он ее с бабой взял. Ну, все же, радость нет. Нет, высота есть. Тебе совет дать? Ну, можно. Да? Уедь на Гуана на месяца три. На Кокосе сейчас. Если нет. Дорогая, ну, давай еще. Ну, как тебе это? Ну, как давай, наконец-то все. Так и возьми, езжай отсюда так. Там деньги не нужны, там можно кокосы есть и спокойно лежать на пляже. Нет, нет, нет. Вот до сорока лет у меня все нормально. Ты, я тебе еще раз говорю. Нет, давайте. До кончины отца. В смысле, вот, отец был, у меня все нормально. Отец умер, и все, у меня. Еще раз меня, пожалуйста, услышь. Возьми билет и съезди на Гуа, ладно, на месяца два-три. Перезагрузись просто. Ты всю жизнь ты в каком-то живешь в коконе несчастья какого-то. Уедь туда хотя бы два-три месяца в счастье в детском побудье. Гуа, состояние детского счастья. Оно, конечно, такое же, как голожопое, блядь, и какое-то непричесанное, сука, но счастье. Там реально, там ты как бич живешь, ебать. У тебя когда кровать есть, это как будто Раджа, блядь, там. У меня братишка уехал в этот раз, он говорит, Игорь, что-то номер бесплатный. Я говорю, ты Раджа, ты не понял. Он говорит, здесь замка, блядь, нету. На двери. Я говорю, кондер еще у тебя есть. Я говорю, ни хрена ты. Ты, я говорю, просто не представляешь, как ты богат, блядь. Съезди туда. Я тебе говорю, ты научишься там, и ты будешь эти, кокосы эти, кушать. Ничего, там и здоровье поправится, и психика встанет. Я тебе говорю, ты слишком долго ходишь в горе. Как, не знаю, мы тут уже все поняли, пока ты рассказывала. Съездить, серьезно. Вот тебе прям точно поможет. Ты не сможешь с этого парадигмы своей вынести на какой-то короткий период. Здесь. А там ты уйдешь, ну как бы, и будешь спокойно жить. На три месяца уйдешь, там, по-моему, без визы можно, или виза есть, но там легко дают. Там ушла. Там легко дают как-то. В аэропорту прям. Я пошла после вчерашнего мастер-класса, который был. Ага. Ну, у меня администрировал здоровье, масштаб, деньги, и хочу найти свою интригерную такую. Триггерные щиты. Ага. Триггерные, что за щиты? Нищита. А, не щиты. Ага. А куда ты допрыгнула? Купала. К деньге. Купала. Ага. Хорошо. Ладно, сейчас, потом. Ты с чем? Да. Что ты сказала? Что я сама тебя потеряла. Не могу себя найти. С папой что у тебя? С папой? С папой. С папой ему с папой. Немножко, хорошо. Смотрите, поиск себя, это, короче, это, обратите внимание на папу, это, ну, вот, прям, письма прощения обязательно отцу. Мало того, письма прощения, потом вы делаете книгу, блядь, его, как бы, его величие. Вот, скажите мне, вот, я тоже в детстве общения. У меня мать, где братка родила, жили мы в одной деревне. Узнала я, что он мой отец в 16 лет. Как бы, слово папа не знакомо. Смотрите, для психики вообще разницы нету, было это событие или не было. Вы должны себе придумать книгу, насколько у вас крутой отец. Даже если это не так. Вы должны... Ну, а в школе я говорила, что он капитан дарил. Вот, вот так и пусть плавает, да. Ну, это мама научила это. Есть. Ну, короче, понятно, да? Делаете книгу «Величие отца» и без всяких... Короче, если есть какие-то факты положительные, вы находите фотографию и делаете книгу про него. Если нету, тогда рисуйте и делайте книгу про него, насколько вы были с ним счастливы. Вы прям придумываете свое позитивное прошлое. Да. Берешься в прошлое. Да. И эту книгу потом берете и дарите ему. Если он живой, а? А если он... Ну, оставь себе что-нибудь. Рассказывай. Да, ты с чем пришла? У меня с этой праздностью хорошо? Это радует. Затрось, не только так, где-то тушь, когда-то хорошо будет и дальше. Вот эта проблема. А ты как долго сидишь уже в комфорте? Всю жизнь, да? Ну, скажем так, опять же, про что-то это происходит. Кризис был такой личный у нас в нашей семье, мы сейчас родили, как бы сейчас такой много рассвет отношений и вот в сети у нас была продаж и я такая себя похвалила, выдахнула и тебя с ней не держат. а он работает отчет ну и сиди кафте разрешение дать или чё ты про instagram а тебе зачем сыграм для чего ты что продавать там хочешь это же вообще на что-то куда-то пришлось смотри и ты не можешь запустить инстеграм а что ты чувствуешь когда ты не делаешь откуда это взялось первого раз когда это было когда в первый раз ты полпой почувствовала в эту стратегию свой